Всем привет! Меня зовут Роман. Извиняюсь, конечно, за эту шумную обстановку, потому что мы находимся на домском море, это колорная зона. И сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, как взаимная подписка. Много молодец зараз школьного века пишет в интернете и снимает ролики о том, что взаимная подписка. И сегодня я хотел бы поговорить о плюсах и минусах взаимной подписки. Первое, что вы хотели бы обратить внимание, что если вам нужно 15, 20 или 10 подписок, то это хорошо. Можно участвовать в этой заимной подписке. Но если вы хотите набрать несколько спротин заимных подписок, то я бы не советовал вам в этом участвовать. Потому что, во-первых, Ютубу надо не подписки, не лайки, а именно вы смотрите ваше видео. А те, кто заимно подписывается, они не заинтересованы в вашем контенте. Поэтому не советую вам набирать огромную тихость подписок, думая, что ваши видео станут популярны. Если вам только нужны подписки, то ладно, можете набирать. Но если вам нужны просмотры, то лучше я бы посоветовал искать заинтересованного публику. Тех людей, которые будут заинтересованы в ваших просмотрах. Еще скажу один минус. Если у вас будет уже много подписчиков, и эти подписчики не будут смотреть ваши видео, то Ютуб переходит в расстоянии как неинтересных. Поэтому я бы советую вам каждому, кто выкладывает видео по поводу взаимной подписки. Ну, через ищение возможности расходить канал по личности. Ну и, конечно, кому надо несколько подписок, то можете как бы выкладывать этот момент. Кстати, насчет подписчиков, то я бы 15-20 минут добавил. Потому, если что, подписывайтесь, пишите внизу 5 видео, и я вас добавлю. Только при одном условии. Если у вас хотя бы на канале будет 5 авторских видео. Потому, что просто если у вас нет авторских видео, или у вас там один-два, то мне нет смысла вас добавлять. Мне надо тех людей, которые хотят снимать. Вот тех людей, которые хотят в дальнейшем стать Ютубером. Потому, если вы хотите быть Ютубером, то подписывайтесь. То есть, на мой канал, я на вас подписываюсь. И будем взаимно работать на то, чтобы раскручивать разом вместе наши каналы. На этом все. Пока. Всем до свидания. Пока.